Всем добрый вечер! Я уже в прямом эфире, да? Да? Так, что бы я хотела бы вам рассказать? Я хотела бы вам ответить на ваши часто задаваемые вопросы, которые постоянно повторяются, и их очень много. Я хочу на них ответить вам. Так, вопрос номер один, который вы меня постоянно спрашиваете. Какой у меня вес? Добрый вечер! Какой у меня вес, какой у меня рост? Вес, по-моему, я всегда вам... Аленка, привет! Вес мой, вы всегда видите меня на весах. Я когда хожу в спортзал, всегда взвешиваюсь, потому что весы есть только в спортзале, где я могу узнать свой вес. Сейчас у меня вес почти 148 кг, рост 161 см. 160 или 161 см? Я никак всегда не запомню. Вот. Постоянно это спрашиваете. Дальше вопрос. Ещё один очень популярный, который спрашиваете и в постах, и в директе. Считаю ли я к обожуму? Я не считаю к обожуму. Считала раньше, сейчас не считаю. Девчонки, если вы хотите похудеть, вам нужно считать к обожуму. Вам хотя бы раз нужно посчитать к обожуму ваше дневное. Потому что, когда вы посчитаете к обожуму, когда вы поймёте, сколько вам нужно кушать в день для того, чтобы поддерживать форму или худеть, когда вы это посчитаете и поймёте, то вам будет проще, проще похудеть. Сколько вам лет? Мне 27 лет. Вот. И у вас обязательно тогда всё получится непременно. Не получится худеть или получится набирать. Потому что соотношение к обожуму, да, вообще для чего нам нужна еда? Для того, чтобы у нас была энергия. И мы едим для того, чтобы тратить это всё, да. Но многие из вас едят больше, чем тратят. Правильно? И для того, чтобы есть столько, сколько вам нужно, да, для вашей активности, вам придётся считать эти грёбаные КБЖУ. Привет, Анечка, привет. Доброй ночи. Да, у меня ночь, у меня уже второй час ночи. Вот. Поэтому, девчонки, не поленитесь. Возьмите эту формулу, как она там, Джона Маффина, да. Ну, посмотрите в интернете, она есть, Джедора Маффина, что ли, формула. Самая такая простая, по которой можно посчитать нормы КБЖУ. Откуда вы родом? Я Самары. Самарчанка я коренная. Приехала в том году только в Норильск. Вот. И там по этой формуле очень легко всё написано, да. То есть вы посчитаете свою норму КБЖУ и посчитаете на свой текущий вес и на свою текущую активность. И из этой формулы там нужно будет отнять, например, 15 или 20 процентов для того, чтобы вам плавно худеть. И, блин, вы будете худеть. Я вот вам гарантирую, когда вы посчитаете свой КБЖУ, когда вы хотя бы неделю пропитаетесь правильно, да, вот в этом соотношении с процентным похудением, вы похудеете с процентным уменьшением, да, вашей нормы. Вы похудеете за неделю, у вас уже будет отвес за неделю. Вот это вот прям вот, вот как пить дайте, я вам отвечаю, у вас будет. Не поленитесь, делайте это хоть раз. И когда вы поймёте, сколько вам нужно кушать, ну, Оля, привет, Аверина, добрый вечер. Когда вы поймёте, сколько вам нужно кушать, да, когда вы привыкнете к этой норме, вы уже просто не будете больше кушать, да, потому что я одно время считала КБЖУ. Я считала, и сейчас я, ну, я сейчас просто знаю, сколько мне нужно есть, я просто больше и не ем, я и не хочу больше есть. Поэтому посчитайте, посчитайте свою норму КБЖУ. Это мой вам совет. Очень, очень такой прямо советный совет. Считайте. Дальше, что ещё? Что ещё вы мне часто спрашиваете? Сколько раз я тренируюсь? Тренируюсь я три раза в неделю. Три раза в неделю у меня силовые тренировки. Качаю попу, ноги, спину, руки. Пресс я почти что не качаю в зале. Качаю только как приду в зал у меня на разминке пресс и на заминке, послесиловой пресс. То есть я как бы по прессу не вот прям загоняюсь. Считаю, что, ну, пресс это прежде всего правильное питание, да. Как вы бы ни качали, если у вас есть избыточный, избыточная масса тела, да. Тогда у вас будет пресс, но под слоем, под слоем жирка. Поэтому пресс у нас делается на кухне. Поэтому если вы хотите кубики, ну, у некоторых просто, просто не бывает кубиков. Не то, что не бывает кубиков, а такая генетика такая, что, например, как у меня, да. Я очень хочу кубики, но у меня их не будет, потому что у меня просто две полосочки с пресса идут. И я не знаю, как сделать так, чтобы у меня были кубики. Просто худеть мне уже просто некуда. Гуляшек, гуляшек, гуля, да, наверное, привет, привет. И просто худеть мне уже некуда, да. И я не знаю, что нужно сделать, чтобы появились кубики. У вас в Норильске лето бывает, смотрю, у вас до сих пор минусовая температура. Бывает, конечно, знаете, когда, ну, в конце мая растает у нас снег, и в июне у нас будет уже тепло. Градусов 15 плюс будет, наверное, в июне. Девочки, Норильск, это крайний север, что вы хотите. Мне здесь до северного полюса рукой подать. Поэтому, да, у нас здесь северные медведи, белые медведи и северное сияние есть. Я вот в эту воду первый раз увидела северное сияние, это очень красиво. Я видела разноцветное северное сияние, оно бывает очень редко. Вот, приветик, тиграс, привет. Вот, и это вообще-то, блин, это очень красиво, северное сияние. В основном бывает зеленое, но мне посчастливилось видеть разноцветное. Так на кубики худеть не надо, их надо качать. Вы понимаете, я качала пресс, но кубиков нету, потому что некоторым достаточно чуть-чуть схуднуть, и уже у них видно, да, пресс и сразу кубики. Даже те, кто не качает. Поэтому, ну, я не знаю, как еще нужно качать пресс, как его нужно убивать, чтобы появились кубики. Алена, здравствуй, здравствуйте. У нас киви, абрикосы тут, классно. Я хочу переехать жить на север, но отсутствие лета останавливает. Ой, девчонки, я тоже хочу лето. Какие хочу лета. Мне сегодня звонили мои подружки из Самары, показывают, там тепло уже, в туфлях ходят. В детстве занимались спортом, обычно формируется мышечный скелет в детстве. Как популяшки убрать, а вы уночка каждый день смотрю. В детстве нет, я спортом не занималась, никогда у меня не было там никаких спортивных кружков, нет. Физкультура только в школе и все. Блин, а мне больше полосочки нравятся, чем кубики. Ай, ну кому как, я хочу кубики. Тоже вот в кубиках, а попа сальная. Какой у вас рост? Опять спрашивают, какой рост. 160 сантиметров. Попу и ляжки как убрать? Ну девчонки, делайте упражнения на попу и ляжки. Что я могу сказать? Приседания, выпады, жим ногами. Что я еще делаю? Ногу отводить назад. Я не знаю, как называется это упражнение. Ну, отводить с весом ногу назад на попу. Хорошо, да? Если у вас, если у вас, одно дело, если она у вас просто, просто толстые, да, ляжки попа, то и есть пресса. Может быть нужно массажи делать тогда? Если живот в кубиках, а попы нет, как это так? Как так получается? Какой у вас рост, как живот убрать? Девчонки, вот живот самое, блин, проблемное место. Мне тоже живот не нравится. Вот честно скажу, не нравится. Я хочу, чтобы он был плоский. Я хочу, чтобы там, знаете, вот так вот, вот кожа, как на руке оттягивалась, такая тоненькая-тоненькая была. Такой хочу живот. Но у меня такого нету живота. Я не знаю, как его убрать. Скажите мне, как убрать живот? Девочки, насчет кубиков. Три месяца утром и вечером делаю планку, пять подходов по минуте, полторы и вуаля, кубики на месте. Девчонки, я планку по утрам, знаете, уже сколько делаю? Полтора года, и у меня нету кубиков. Я не знаю, я не знаю, как их сделать. Просто у вас такая генетика, то, что, знаете, чуть-чуть вы подкачаетесь, чуть-чуть схуднете, у вас сразу видны кубики. У некоторых их просто как бы генетически так сложно, что, ну, не знаю, там, что нужно сделать для того, чтобы они появились. Ну, это мой, который час у вас? У меня сейчас второй час ночи. Я не могу сейчас время посмотреть. Куда еще плоский? Да ну, не знаю, Ань. Я хочу, чтобы, знаешь, когда наклоняешься, чтобы вообще ничего не было, чтобы никаких складочек не было, чтобы было все плоско-плоско, когда наклоняешься. А когда наклоняюсь, у меня чуть-чуть есть складочки, они мне не нравятся. А вакуум делайте. Вот насчет вакуума, да, такой спорный момент, он вроде бы полезен, да, конечно, для внутренних мышц, живота. Для мышц, для внутренних мышц, просто для мышц он полезен. Но кто-то пишет, что вакуум, он и вреден в то же время для внутренних органов. Поэтому я делаю вакуум, но не часто. Делаю по утрам, на голодный желудок делаю. Вот мне бляшки убрать с попы. Ноги худые, а вот опа. Девчонки, мне наоборот, мне бы попу нарастить бы чуть-чуть. А что делать, если икры накачаны, а остальное жирные? Девчонки, если у вас одни икры накачаны, я не знаю, вы, наверное, слишком много ходите, да? Чтобы остальное не было жирным, нужно правильно питаться. Считать КБЖУ. Посчитайте КБЖУ свою. Да, вакуум, да? Так, 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 так. Сообщение ваше читаю, листаю. После родов вакуум. Вот Аня советует, что вакуум нужно делать, да? Блин, я что-то не знаю, я как-то одно время делала вакуум, прям, знаете, вот постоянно, прям каждый день делала, делала вакуум, но что-то у меня какого-то эффекта такого не было, поэтому я что-то не знаю. Спасибо вам за мороженое, кстати, теперь бананы не пропадают, как раньше, очень вкусно. У меня, девчонки, в морозилке целая связка лежит бананов порезанных. По одному я так разрезала мешочек, потому что прям вот один бананчик и прям вот, прямо порция мороженого, прямо для одного человека, прямо огонь. Я сегодня сделала со смородиной, блин, это вообще просто шикарно. Банан, короче, горсть смородины замороженной, замороженной кусочками банан, столовая ложка ряженки и чуть-чуть еще орешков я туда добавила, в блендер прям бжикнуло все. Блин, вот прямо бомба получилась, вообще очень вкусная. У меня Сашка спал и не попробовал, даже я проснулся и говорю, такое вкусное мороженое я ел. Он такой, да, все слопаю, я говорю, да, оно уже растает, вот. Вот, да, тоже худенькая, незаметно просто, после родов прям чувствуется. Складочки, это же кожа в прекрасной физической форме. Спасибо, девчонки, ну, знаете, бывает кожа вот прям такая тоненькая-тоненькая, вы знаете, вот прям вот как на ключице, вот такая вот я хочу, чтобы у меня была на животе, на животе кожа. Ладно, это у меня вот просто уже с жиру бешусь, да, все, я больше не буду вам про это говорить. Это у многих где-то больная тема, поэтому, вот. После родов, да, чувствуется. Ну, вакуум, да, я думаю, вообще про вакуум очень много пишут, да, что хорошо. Может быть, у меня правда просто нет, не чувствуется эффекта. И еще такой момент, да, с утра встаешь, пока не покушаешь плоско и все, да, потом покушаешь, покушаешь, живот полный, уже не такой плоский. Это тоже так бесят жутко. Филимонова Елена, да, наверное, Елена. Добрый вечер, добрый. Вот, но я понимаю, что, что хоть у меня и полный к вечеру живот, что, который у тебя час, опять спрашивают, второй час ночи, да, или... У меня с Москвой 4 часа разница. У меня сейчас 4 часа позже, чем в Москве. Вот. И понимаю, что хоть и живот и полный, да, и покушаешь, покушаешь за целый день, к вечеру полный живот и думаешь, блин, наверное, поправилась, наверное, как это... Столько всего наела сегодня за день. На следующий день идешь в зал, встаешь на весы, вес какой был, такой и остался. И я прямо кайфую, когда понимаю, что я кушаю, кушаю, и вес такой же, как и, собственно, был, да, то, что я там не наела ничего, много. Привет, привет. Хотела у тебя спросить, Гелендваген, Гелендваген, это, как у тебя там дело с тортиком настроений? Я смотрю, классный чизкейк ты сегодня выложила. Вот, он крутой. Ладно, спать, спокойной ночи, давай тоже зарядка завтра с утра. Давай, Анечка, спокойной ночи. У меня тоже будет завтра зарядка, у меня завтра будет зал еще. Кстати, по утрам, когда делаю планку, просматриваю ваши сторисы. Делайте побольше их, чтобы на все подходы хватало. Девчонки, знаете, я с утра, блин, я встаю, мне на работу к девяти, я встаю в шесть, да, это я встаю за три часа. Иногда еще шести нету, я встаю, и я не успеваю ничего с утра, что планирую, не успеваю с утра, да, то есть, в принципе, мне до работы идти 15 минут, и я пока там приготовлю, пока сторис сниму, пока позавтракаю, соберусь, и не успеваю. Я еще по утрам иногда варю какой-нибудь борщ или еще что-то такое готовлю, да, на обед. Поэтому я бы с удовольствием снимала бы вам сторисы, но я просто физически не успеваю. Хорошо, готовлю сейчас меренги в духовочке, думаю, что сделать на завтрак. Капкики, может? Маша, привет, Раша, очень тяжело читается ваш никнейм, привет, я теперь буду знать, что это просто Маша. Я знаю, знаете, что я хочу приготовить Маше? Это тоже меренги, ты написала про меренги? Хочу макаруны приготовить, блин, у меня Саша попросил макаруны, ну вот эти, да, Наташа, привет, Краснодар, привет, теплый Краснодар. Ну вот эти макаруны, да, вот эти пирожники кругленькие, в которых посередине крем, вот эти вот разноцветные, красивые, очень жутко хочу их приготовить. Там нужна миндальная мука, которую я никак не закажу себе нигде, вот, мне просто Саша заказал макаруны эти, и прям у меня, прям эти руки чешутся, теперь хочу приготовить. Как закажу себе миндальную муку, обязательно приготовлю, надеюсь, что они у меня получатся, и поделюсь обязательно своими рецептами. Вот. Ну, что еще? Вы мне тут сказали недавно, что я причмокиваю, и что у меня очень много слов-паразитов, когда я веду прямой эфир, и я его просматриваю, и сама понимаю, что да, на самом деле так и есть. Поэтому, если вы замечаете, что я, я опять причмокнула, если вы замечаете, что я, что по макаронам нет, если вы, в общем, замечаете, что я, у меня много слов-паразитов, или я причмокиваю, или вам не нравится, как я говорю, пишите мне об этом, хорошо, ладно, я буду справляться, буду улучшать свою речь, вот. Из другой муки не получится макаруны. Маш, я не хочу макаруны, пепе, хочу обычные приготовить, потому что я знаю, что нету макаруны, их, ну, там просто невозможно их приготовить пепе, вот, поэтому придется делать обычные. Ну, я хочу, я просто хочу приготовить, и ты не знаешь, что-то я хочу их съесть, да, я же готовлю, ну, там разные блюда, которые я не ем, просто мне заставляют удовольствие готовить. Из другой муки не получится макаруны. Ну, вообще, конечно, наверное, может быть и получится, но уже просто будет не тот вкус, не тот эффект. Выложите рецепт яичек шоколадных, которые вы недавно делали, я думала, вы его выложите после приготовления, но не дождалась. Алена, да, там, знаете, сейчас про яички скажу шоколадные, и тоже буду делать макароны, макаруны, макаронсы, я тоже не знаю, как правильно их называть, Маша. У меня тоже они макаруны, макароны, макароны, как только их называли. Рецепт шоколадных вот этих яичек, это просто желейный рецепт, у меня есть такой рецепт, просто там форма необычная, да, то есть там творог, желатин, что там еще был, по-моему, сливочный этот сыр творожный, Хохланд, и какао, ну, и подсластитель. Вот, все, то есть у меня есть такие рецепты просто другой формы, да, то есть вы можете там посмотреть, чизкейки есть, то есть, ну, выложу, я, хорошо, выложу рецепт, у меня фотографии есть, я выложу рецепт этих яичек шоколадных. Леночка, да ты замечательная, я не замечаю слов паразитов, замечательные, замечаю лишь тех, кого в себе это раздражает. Ну, возможно, да, возможно, так и есть, спасибо, Наташенька, спасибо большое за поддержку. Ну, просто, нет, просто я сама это замечаю, да, то есть я смотрю и понимаю, что, да, есть слова паразиты, типа, вот, у меня слово паразит, я знаю. Ну, и другие есть еще паразиты, вот, пошла сны смотреть, всего вам хорошего. Спокойной ночи, Елена. Я тоже сейчас пойду спать, потому что у меня на завтра, я завтра хочу такую вкусняшку приготовить с утра. Сегодня увидела один такой рецепт интересный в Инстаграме и хочу попробовать, попробовать тоже приготовить, вот. И завтра у меня сейчас спортзал, и завтра вообще нужно подготовиться уже к рабочей неделе. Как вы высыпаетесь? Как вы высыпаетесь? Девчонки, да я мало сплю, я очень мало сплю, я сплю по 5 часов в день. Я ложусь в 12 в час, встаю в 6, а иногда в пол шестого встаю. Да, да, я не то что не высыпаюсь, я не знаю, мне хватает этого сна, что ли. А ты делаешь всташковую пасту? Нет, не делала, но я очень хочу попробовать сделать тоже всташковый торт. Виснет ужасно у меня спокойной ночи. У меня тоже виснет постоянные эфиры. Спокойной ночи. Про высыпание, да. Вот сегодня у меня выходной был, я вчера легла, ну, в принципе, тоже достаточно поздно, но я в 12 вчера легла. У меня выходной, да, я не ставила будильник сегодня. Я проснулась в 5.30, проснулась, посмотрела на часы, такая, думаю, ну, наверное, еще можно поспать. Проснулась в 7.30, и все, я вижу, я понимаю, что я уже не хочу спать, что я хочу есть, и все, и иду, и ем. Я когда, знаете, только начала заниматься спортом, перешла на правильное питание, я бегала по утрам. Ну, я уже еще и работала, для того, чтобы побегать утром, нужно, ну, достаточно много времени, да, чтобы побегать, позавтракать, собраться на работу. Поэтому я вставала в 5. Я вставала в 5 утра, но тогда я ложилась где-то, ну, максимум в 11. И я приучила себя вставать так рано. Я приучила вставать в 5. То есть я вставала в 5, шла, бегала, я тогда работала с 10 часов. Девчонки, сложно заставить себя утром бегать, сложно, блин, это реально сложно. Почему я бегала так рано? Потому что я всегда думала, блин, выйду на улицу, посмотрят, как на дуру, бегает тут какая-то ненормальная. А с утра никого нет на улице, с 5 с утра девчонки вообще никого нет. И с 5 до 6 утра я бегала, у нас небольшой сквер около дома, я уже про это говорила. Бегала, делала зарядку на улице. Это просто круто, сейчас у вас тепло, у всех девчонки. Блин, встали утром, просто умылась, я бегала на голодный животик, никогда ничего не кушала утром. Чуть-чуть водички пила и всё. Просто встали, умылись, оделись и вышли на улицу, заставили себя выйти на улицу. Я не знаю, как это, кроме вас это никому больше не нужно, понимаете. Это никому не интересно, бегаете вы или нет. Но если вы хотите похудеть, хотите быть здоровее, хотите привести себя в форму, вам нужно это делать. Оделись и вышли, оделись и пошли в спортзал, оделись и вышли на улицу бегать. Я каждый вечер себе говорю, что надо утром начать бегать, не получается, хочу ужасно спать. Такие воспоминания от утренних пробежек, очень круто, правда. Да, девчонки, блин, вам будет тяжело первый раз, второй раз. Я сейчас просто вспоминаю это время, когда я бегала и, блин, я так хочу, я так хочу выйти утром на этот свежий воздух. Просто пройтись по улице, когда никого нету. А иногда ещё, как муж относится к тому, что вы снимаете в Торисах, вы заметили, что он у меня всегда молчит в Торисах? Он у меня очень серьёзный, очень серьёзный муж. Нормально относится, привык уже. И как к тому, что он в кадре? Это у него, спросите. Это привык, как он? Куда ему деваться? Некуда. И я сейчас вспоминаю, как это круто, да, выйти на улицу утром на свежем воздухе, побегать. Ещё иногда выходишь на улицу, бежишь по скверу и смотришь, как люди только возвращаются. С ночных клубов идёт какая-то молодёжь, кто-то ещё домой даже не ходил, да, там сидят на лавочке, что-то там, либо какие-нибудь влюблённые, особенно летом, что тепло. Девчонки, блин, сейчас тепло. Одевайтесь, сидите на улицу, не знаю, просто прогуляйтесь, выйдите на улицу, это уже красота будет. Так потом вы начнёте бегать потихоньку. Если у вас есть какая-то спортивная площадка рядом, да вы выйдите, вы там покачайте пресс, сделайте зарядку. И, кстати, вы заметите, у кого-то есть такие скверы, площадки или парки, что не вы одна вышли на зарядку, там полно людей. Ещё меня очень мотивировала всегда дедушка, ему лет, наверное, блин, ну 60 точно. Вот точно, он каждое утро, вот когда я бегала, и он в это время всегда бегал, я всегда думала, блин, Лен, тебе 20 с лишним лет, и ты не можешь заставить себя бегать, а ему уже там, блин, 60 с лишним. Он там, ну он старенький, да, но, блин, он вышел на улицу, он бежит чуть-чуть медленно, но бежит, понимаете, блин, это человек, который хочет жить, который хочет быть здоровым. И я думаю, что вы все тоже это хотите, да, поэтому встали с утра, оделись, побежали, пошли, встали, встали делать зарядку утром, если вам бегать негде, да, как мне, например, сейчас. Вот, поэтому, девчонки, полюбите себя, заставьте себя работать над собой, это самая тяжёлая работа над собой, вот. А сыр любой, едите ли определённый, любой сыр, ям абсолютно любой жирности. Кстати, какой сыр добавляете в кашу и для чего? Девчонки, попробуйте кашу с сыром, и у вас отпадут вопрос, для чего я добавляю сыр в кашу, это очень вкусно. Сколько у вас времени? Второй час ночи, либо два часа ночи, в Москве четыре часа разница. Такой дедушка есть всегда в каждом парке, да, девчонки, такой дедушка есть в каждом парке, я согласна с вами. Вот, всё, давайте я пошла спать, а то вставать рано, ну, не рано, может быть, часов семьдесят, там, восемь. Кашу готовлю я, нет, не на воде, готовлю кашу на молоковое... О, я забыла замочить крупу овсяную, блинчик, пойду замочу овсяную крупу себе. На молоководе я всегда варю в соотношении один к одному кашу. А при ПП кашу на молоке утром можно? Да, конечно, девочки, можно. Нет, я кашу вообще варю без всего, чуть-чуть соли добавляю щепотку, никогда сахара никаких, подсластителей ничего не добавляю, мне что-то жарко стало. Когда-то с вами лежу под одеялом, у нас дома тепло. Поспокойной ночи, обожаю вас смотреть, ваши десерты бомбы. Спасибо, девчонки, сладких снов вам тоже всем, кто спать собирается. В кашу я варю на молоководе. И, девчонки, с утра можно, я считаю, что с утра можно все. Я с утра могу съесть какую-то конфету, да, могу съесть ложечку варенья, там, я не знаю, что-то такое вкусненькое. И мне кажется, с утра того, что вы это скушаете, ничего у вас не будет. А вечером? Вечером нельзя. Ты меня подсадила на ленивые вареники, спасибо. Я сама на них уже давно подсела. Что можно вечером скушать, если хочется сладенького? Я тоже. Блин, девчонки, кушайте ягоду. Я, значит, сварила кашу, последилась сыра, добавила, что мне не понравилось. Думаю, что она ест такой ужас. День в день, но я люблю кашу с сыром. Я подсела на кашу с сыром, но, кстати, у меня Сашка тоже сладкую кашу не ест. Вот я готовлю, варю кашу. Я чуть-чуть все солю всегда только. На молоководе, варю кашу, чуть-чуть солю. Он ест маслом всегда, я ем всегда с сыром. Любую кашу. Можно ли похудеть, занимаясь только бегом и не кушая вредной пищей? Да, конечно, можно. Девчонки, можно. Вообще, несомненно. Что можно вечером скушать такое, если хочется сладенького? Вот вопрос. Хороший. Хороший вопрос. Девчонки, кушайте ягоду. Ягода. Вот у меня всегда в морозилке лежит замороженная ягода, смородина, вишня есть. В ней мало калорий. Она сладенькая, с кефиром, с простоквашей, с ряженкой. Это прямо самый вкусный йогурт. Это йогурт, который ты приготовила сама, да? Это ты взяла, смешала ягоду с какой-нибудь кисломолочкой. Ну, или с натуральным йогуртом. Я не знаю. Вот я спасаюсь вот этим всегда. Я на ночь больше ничего сладкого никогда не ем. Ну, иногда могу съесть какой-нибудь фрукт еще. Ну, это тоже, как бы, редко бывает. Лучше поесть творога, товарожка, да? Легко, салатик, что-то такое. А я теперь все каши с сыром ем. Я тоже все каши с сыром ем. Это вкусно же, да? Согласитесь. Думаю, с сахаром и невкусно, а с сыром просто вкусно будет. Завтра попробую. Да, попробуй, Маша, ее не сладись. Просто будет вкусненькая такая солененькая кашка. И сыр такой будет тянуться. Я хочу кашу с сыром. Я хочу утро уже. У меня будет каша с сыром утро. А я маму по твоим советам посадила на кашу с сыром. Она в восторге. Девчонки, мне, знаете, мне много кто пишет, что, блин, как же мы раньше не ели кашу с сыром. Я не знаю, как я сама раньше каши... Раньше вообще каши не ела, блин, почему? Сейчас только одни каши ем с утра. Кашу с сыром тоже не могу бить. А вот овся на блин с сыром и помидором класс. Ну, на вкус и цвет, да? У всех вкусы разные. Я и овся на блин люблю. Ты пробовала батончик протеиновый бомбар? Да, пробовала. Мне не понравились. Я не люблю батончики эти. Гуль тоже у нас спать пошла. Спокойной ночи, сладких снов. Я по батончикам как бы не особых ем. Пробовала, да. Ну, да, знаете, там... Там просто как бы сухое такое молоко, да, протеина много. Каждое утро овсянка, но с яблоком вкусно, да. Ну, сладкую овсянку я тоже люблю. Ну, как бы я и пробовала, и ела. Ну, что-то у меня фавориты в последнее время это с сыром. Но с яблоком тоже вкусно. Орехи, яблоко. Яблоко, корица тоже будет вкусно. Бомбабар вкусный. Думаю, вы не тот съели. Нет, я не говорю, что они невкусные. Бомбабары, они нормальные по вкусу. Батончики, но просто я как бы по батончикам... Ну, я их просто не люблю. Я за что не люблю, не ем как-то... Я лучше что-нибудь, я не знаю. Просто орешков поем, я не знаю, что ли. Как считаешь, это полезно после трения батончик такой? Я думаю, да, нормально. Вообще, да после тренировки... Девчонки, нужно есть после тренировки. Вы качаете мышцы для того, чтобы они у вас работали. Их нужно же кормить, питать их нужно, ваши мышцы. Поэтому, когда вы позанимались, нужно непременно покушать. Да, белковые еды, хорошие еды или медленных углеводов. Поэтому я после тренировки всегда кушаю. Но если у вас тренировка поздно вечером, и если вы тренируетесь именно для того, чтобы похудеть, то можете и не кушать. Или покушать как раз вот какой-нибудь такой батончик. Можно скушать, мне кажется. Будет отлично. Попробуйте кокос. Да, девчонки, я не люблю батончики. Кокос, может быть, он вкусный. Да и я что-то не пробовала. Даже не помню, какой я вкус пробовала. Я просто к нему равнодушна. А что скажешь насчет вечерних тренировок? Я раньше тренировалась же вечером, только Маше. У меня раньше всегда в 8 часов вечера была тренировка, и после тренировки я не ела раньше. Какой это был ужас. Лучше есть. Так, все, я пошла замачивать овсяную крупу. С вами хорошо. Но мне уже завтра вставать. И мотивировать вас на зарядку. Вот, поэтому давайте всем спасибо, что смотрели, что пишете мне, что смотрите. Всем сладких слов. Вот, давайте пока-пока. Завтра напишу, я хочу завтра написать, знаете, какой пост про то, что я кушаю как раз-таки в обед. Да? Вот, напишу. Пока-пока всем. Спокойной ночи. Спокойной ночи, красотка. Спокойной ночи, красотки. Спокойной ночи. Спокойной ночи.